МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тихонову и черная куртка, которая принадлежит Евгению Хасис, были проанализированы, на них нашли микрочастицы, которые говорят о том, что люди, которые носили эту одежду, стреляли, пользовались оружием. Сами обвиняемые, впрочем, отказались, сказали, что на момент 2009 года они носили другую одежду. Что касается скандала со свидетелем. Действительно, один из главных свидетелей по этому делу Илья Горячев. Он сооснователь журнала «Русский образ» вместе, собственно, с Никитой Тихоновым. Именно вокруг этого журнала возникла организация «Русский образ», которая многими считается российской организацией. Действительно, достаточно было взглянуть еще некоторое время назад на программу, которая висела в интернете. Например, значился запрет межрассовых браков. Илья Горячев, попав в руки, собственно, следственных органов, заявил о том, что действительно слышал неоднократно от Никиты Тихонова о его причастности к убийству, собственно, о том, что именно он и является убийцей Маркелла, о том, что убил он. Он дал эти показания, эти показания дал под камеру. И вот сегодня журнал «Нью Таймс» публикует его письменный отказ, который говорит, что следствие давило на него, запугивало, не давало есть, в общем, всячески измывалось. Отказ, соответственно, Илья Горячев просит считать недействительным. Есть, наверное, и другие версии, что сейчас на него оказывается давление как раз не со стороны следствия. Ну вот как раз, да, авторы «Нью Таймс» делают вывод о том, что раз 27 августа подписан этот отказ, то когда еще, собственно, не было известно о показаниях, я скажу только, что показания Горячего, как и многие другие, были опубликованы в интернете. Этот процесс вообще сопровождается таким изрядным количеством сливов и обнародованием вот этих вот секретных, закрытых материалов, которые входят в дело. Ну и раз 27 августа еще был этот отказ подписан, направлен в Мосгорсуд, значит, делает вывод автор, скорее всего, это правда. На самом деле, на самом деле, конечно, можем сделать другой вывод. И вот почему еще перед началом процесса судья Никулочкина в деле Маркелова и Бабуровой сменился судья. Это первая судья, которая вела этот процесс. Именно она предоставила защиту свидетельства Горячего в связи с особой важностью его показаний. Было заявлено о том, что он получает угрозы со стороны националистов. То есть это буквально месяц назад может быть. Но для того, чтобы предоставить защиту, должна была поступить личная просьба, личное обращение самого Горячего. А стало быть, он признавал свои показания буквально месяц или полтора назад. Поэтому, ну, конечно, такие подобные разоблачения скорее похожи на пиар-войну. Собственно, не секрет, что сторонники Тихонова, Хасис, националисты, русский образ, русский вердикт пытаются своих соратников сейчас отстоять, всячески обелить. Спасибо, Илья. Это Илья Васюнин. Я напомню, что Станислав Маркелов, Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в Москве на улице Причистенко. В убийстве обвиняются члены организации «Русский образ», как мы уже говорили, Никита Тихонов и Евгения Хасис. И по данным следствия, преступление связано с активным участием Маркелова в антифашистском движении. Ну а Бабурова застрелили просто как свидетеля. Субтитры создавал DimaTorzok